Оценили качество нариймарских дорог депутата окружного собрания. Сегодня провели выездное совещание, в ходе которого проинспектировали объекты дорожного хозяйства. Основная цель – это еще раз обсудить целесообразность тех или иных преобразований, реконструкций дорожного полотна в городе и поселке Искатели. И все подробности далее. Первый объект запланирован в повестке – автомобильная дорога по улице Ненецкая от улицы Чернова до улицы Рыбников. Работы на объекте завершены. Вопросы, которые волнуют депутатов – своевременная очистка от снега, возможность устройства дополнительных дренажных систем. Далее автобус перемещается на улицу Ленина. Здесь от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников запланирована реконструкция. Значит, сделано примыкание к улице Рыбников в ненадлежащем состоянии, поэтому будем приводить ее к нормативным требованиям. Ну, планируемая реализация 19-21 год. Проект подразумевает реконструкцию дороги продолжительностью 500 метров. Планируется, что на некоторых участках появится трехполосное полотно шириной до 3,5 метров, тротуары от 2,20 до 2,5 метров, замена дорожного покрытия. Следующий объект – дорога по улице Октябрьская. Народные избранники настоятельно просят представителей администрации обратить внимание на оборудование ограждения вдоль дорог. По их мнению, заборчики должны обеспечивать безопасность, ведь несмотря на то, что их устройство согласовано с госавтоинспекцией, на деле это не всегда так. Следующая остановка – микрорайон Сахалин. Мы сейчас будем реконструировать в следующем году этот участок дороги. Вот именно это место, оно очень напряженное. Люди приезжают с водой, берут на колодцы, из поселка искатели, местные жители приходят. Когда идет дождь, здесь постоянная грязь, огромная лужа. Этот участок будет тоже полностью благоустроен. Здесь же будет организована парковка для автотранс, которая подъезжает к магазину и к колодцу для набора воды. Кроме того, в этом районе будет реконструирован массивный бетонный забор, который подвергся масштабному разрушению. Все вопросы, которые сегодня депутаты задают представителям администрации, ранее были озвучены горожанами на встречах с парламентариями. Например, жители микрорайона «Виллэдж» волнуют вопрос устройства тротуаров. Завершающий объект в списке рабочего совещания – дорога монтажников «Угольная юбилейная». Работы здесь уже завершены, и вскоре движение по мосту через захребетную курью будет открыто. Предстоит устранить выявленные нарушения. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется. По мнению депутатов, на каждом из этих дорожных объектов необходимо еще раз рассмотреть целесообразность и безопасность устройства тех или иных элементов. Ведь не все вопросы мы здесь и ответы получим. Есть спорные моменты. Их надо тоже посмотреть для того, чтобы продолжить разговор. А самое главное, мы фактически отражаем здесь именно те вопросы, которые задают нам наши избиратели, наши жители. Однако все мероприятия, запланированные профильным департаментом, согласованы и обоснованы решениями госавтоинспекции, прокуратуры и жизненной необходимостью, считает руководитель департамента Александр Лидер. Все претензии депутатов связаны с тем, что, к сожалению, в нашем регионе строительство автомобильных дорог достаточно дорогое удовольствие. И реконструкция автомобильных дорог тоже дорогое удовольствие. Поэтому их претензии обоснованы, но они все подтверждены проектной документацией и все проекты проверены в экспертизе и имеют положительное заключение экспертизы. Выездное совещание по объектам дорожного хозяйства – заключительное мероприятие в этом вопросе. Ему предшествовали специальные комиссии и встречи с представителями профильного департамента. По итогам парламентарии представят администрации документ, чтобы все замечания были учтены в период верстки бюджета на 2019 год и последующие периоды. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.